не торопись только пошагово делать так как там уже устроено виден экран вам еще там написано чего начать виден вот сайту о свете библии православный библейский сайт к истине 1 народ . вот здесь 4124 ответа по темам 55 тем вячеслав семенов идет сверху вниз бесы колдовство библии богослужения болезнь а я сергей палач пупков буду идти снизу вверх и вот 55 тема церковь вот они открываются вопросы вопросы со сто тридцатого по сто пятьдесят четвертый 1 и вот он вопрос вопрос 70 вопрос восемьдесят седьмой то 1 была в покровском соборе и услышала как священник объявил оглашенные языки поясните куда нужно пройти в храме и когда при какой молитве нужно возвратиться на прежнее место на вопрос отвечает православный проповедник игнати тихонович лапкин ответ после возгласа оглашенные языки все отлученные за грех некрещенные готовящиеся к крещению должны выйти в притвор храма специальное место настоящее время особенно зимой трудно это выполнить можно но трудно против другую половину храма скрыться за стеной за поворотом чтобы не видеть алтаря и не слышать о таинствах изречения священника после слов с миром и зыдем можно войти и молиться с верными сегодня практически почти нигде не выполняется этот важный возглас после которого начинается третья часть литургии литургия верных дьякон еще раз должен проверить тщательно нет ли кого из посторонних в храме когда возглашается двери двери не выполняется это только потому что нет разделения верных от неверных это не просто ненаученность священников а полная заброшенность заброшенность людей нет ныне оглашенных которых по правилам святой вселенской церкви нужно готовить от трех до пяти лет к крещению нет эпитемии церковного наказания за грехи предусмотрено в книге правил решения вселенских и поместных соборов и правил святых отцов попраны давно и безнадежно прочно это духовное омертвение признак бесстрашия пред богом и проще сказать весьма сомнительно что здесь есть церковь христова пустой звук воздух сотрясают этими словами миллионы раз в году умножьте 20 тысяч храмов россии на хотя бы одно богослужение когда случится литургия и три раза оглашенные языки пренебрегается и 2 возгласа двери двери можно 52 на 52 недели страшно и тоскливо горе и ужас совершенные безбожники еретики могут стоять в храме на литургии прочищаться любой это смерть духовная и полная причина то что у нас нет соверш что у нас совершенно неправильный вход в церковь предполагается что возрождение рождения свыше есть крещение в воде младенца а это в корне неверно без личной встречи со христом без личного обращения нет ничего весь город вся страна считается православной и потому некого обращать все верующие идет страшный обман людей и беда еще в том что этому обману верят священники что как бы так и должно быть главное вычитать эти слова и тогда вроде как то где-то там что-то зачтется и что-то таинственное благодатное совершится что-то коснется как-то обратиться на пользу а в действительности ничего нет по писанию это новая религия под именем православия придумана и не сегодня надо дна каждому родиться свыше а этого нет и об этом не проповедуют все мертво и в храмах не просто кладбище а скотомогильник там многое не евангельское и даже антиевангельское есть на потеху злым духом не трудясь над душами произносят эти важные слова и совесть начинает мучить все же кого-то как гоголя и начинают тогда объяснять что оглашена это мысли недобрые их надо вывести из сердца а до этого не надо было выводить вот такой бред сочиняют размножают уже даже после его смерти смерти